Все, начинается топовый контент. Блинк снова собрал банду, к сожалению, без нашего любимого Влада Савельева, но от этого эта топ-хата стала не менее эпичной, потому что открылась самая интересная арка за последнее время, Озон Терпила. Я, блять, даже не знаю, с чего начать. Я знаю, с чего начать. И начнем мы с этого ебанутого видоса, где Озон душит, блять, собаку. Он мразота, Озон, ты мразота. Я сейчас тоже вызываю на бой. Собака виляет хвостом, она рада Озону, а Озон просто вымещает злобу, блять, за то, что он не может ответить каким-то школьникам, блять, на забахе и мазохе. Это просто на... У него много мышц, он ее не задушит, то есть с собакой все нормально, она виляет хвостом, она думает, что они играют, но нужно принимать в учет то, зачем это Озон делает. И еще одна херня, это даже не его собака. Да, это пиздец, это все равно, что ты бы вышел, а я бы Серечке в очко палец ставил. Я так не делал. Ладно, я на тебя убьюхтится. Ты ко мне балуй, блять, балуй, Ошкарик. Это прачка ставил. Да, я вам точно не видел. Ошкарик, я бы с удовольствием эти очки разбил. Озон просто идиот клинический. Вот эта собака, это боевая собака. Если она куснет, хуй ты, блять, домкратом эту пасть откроешь. Настолько это... А он просто, блять, думает, что это шутки какие-то. И вот через призму этого видео мы просим вас воспринимать все то, что будет дальше. Чтобы у вас даже на секунду не возникало такой эмоции, как жалость к Озону. Да, потому что мы все испытывали. Мы не хотели делать видос. Мы, типа, это обсуждали, нам было реально жалко Озона. Потому что арка Озон терпила, несмотря на то, что просто уморительнейшая. Но при этом жалко было Озона как человека. Но вот после этой хуйни пошел в пизду, блять. Озон, ты конч. С чего, собственно, началась сюжетная арка терпила Озон. Озон решил пойти на топ-хату Виджилинка и, так сказать, похайпиться. Но хай повернулся против него. Он немножко не уважает нас, меня, Апополь. Пусть тогда лично скажет. Меня, блять, я ему бот бошка торвую. А вы смотри, панамастер. Кому только Озон не обещал оторвать бошки. Чувак, да более того, он нам с тобой обещал оторвать бошки. Чтобы вы понимали, перед тем, как снять Озон 1, Озон грозился, что убьет меня и Хованского. После первой части он плакал на стриме о том, что спасибо пацаны за фильм. Но через месяц, даже меньше, записал видео о том, что мы уроды, блять. За две недели до начала съемки второй части, Озон говорил, блять, встречу Хованского и Кузьму, ноги переломая. Но когда он приехал на съемки, самый добрый человек, блять, на свете. Просто братался, говорил, ребята, да. А после, блять, как мы выпустили фильм, он снова начал нас обсирать. Блять, Озон, ты бабка из золотой рыбки, вот кто ты такой. Ты, блять, вот тебе золотая рыбка дала, и ты не ценишь нахуй это. Просто пошел ты в пизду. Слышь, Шепуха, я тебе че-то говорил? Ты че сказал про кого, блять? Вы на вас, я говорю. А ты меня сказал че, а? Че, давайте, блять, заедай. Азон смешной всегда такой, а ты знаешь, как, типа, вот, обычно такая словесная перепалка, которая продвигается к пиздюлям. Да, да, да. А у Азона она никуда не продвигается. Ты че меня нахуй послал? Меня, нахуй, 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 меня! И это может продолжаться до бесконечности. Мазох, я серьезно. Кто сейчас бычат на Азона, это Мазоха. Мазоха любит поддать немножко алкашке, и у него малость сносит башню. Да, но он смешной. Блять, чувак, это так... Да, это стыдно. Тебя только что вербально и не вербально. унизили. Вы встаете, готовитесь к драке, и типа, Азон, вместо того, чтобы драться такой. А Мазохе похуй, он продолжает. Да он, блять. Ты че, блять, нахуй елка? Ты понимаешь, что я сам, блять, проникновение кого-то. Смотри, каковы эмоции? Он еще трезвый. 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 Ты жопы должен сеть, иди, банды. Азон так либо дистанцироваться от этой ситуации, в которой он находит что тупо. Если ты находишься в такой конфликтной ситуации, тебе нужно с ней как-то... Либо ты говоришь мазохой и просто даешь пизды мазохе, как это сделал вот этот лысый. Либо ты просто уходишь, потому что не можешь ответить. Ну, иди. Да, вот я не понимаю. Нахуя ты там туда ходишь-то, блять? Зачем ты терпишь Азон? Будь мужиком, блять. Сразу, сразу, быстро, быстро дистанцироваться от всей этой ситуации. Что там, что там на стриме? Что в телефон? Нет, меня это все не касается. Панине тоже похуй, ему весело. Слушай, Панине тоже интересный персонаж. Короче, там была такая хуйня. Панине выебывался на стримера Мафаку. Я не знаю, с чем было связано Рамс. И он говорит, Мафака, я хочу приехать и дать тебе пизды. Вот я приезжаю для того, чтобы тебе ебало разбить Мафаку. Я даже разговаривать могу и не буду с тобой. Я говорю, приезжаю тебе ебалик разбить на... И Мафака ему говорит, чувак, хорошо, приезжай, вот тебе адрес, но я буду не один. Я тебе сразу предупреждаю, я буду не один. Идет, короче, по Нине, по району, где живет Мафака. Что, рот, стоп, стоп? МАФАКА! Мафак, я тут, я жду, я возле твоего дома. Идет и видит друзей Мафаки. Типа, он начинает, давай, типа, буду пиздиться. А чё, хочу и ору, ты чё, ебать, имеешь против или чё, бля? И они все впятером запиздили по Нине. Пацан, отойди. Чё вы думаете, стоп? Просто, блядь, у него рожа была, ну, не как у Николая Сов, намного серьезней. По Нине не боится конфликта. Я все еще думаю, что Бажелин к демон в оболочке человека. Я тоже так считаю. Он носит кожу человека, но это демон. Он окружает себя людьми, они вокруг него закручиваются, и с ним и какой-то пиздец начинает происходить. Он как принц Дейдра из Обливиона или Скайрима. Что Влад Савельев? Что Озон? Даже по Нине получится. Чувак, ну, заметь, Озон, это так всегда происходит. Озон пиздит на кого-то в своих стримах, говорит, что пизды, да, что тут ничтожество. Как он встречается с людьми, он даже, блядь, так было с бодигардом. Просто чуваком, который ты сидел с Ладом Савельевым. Из-за чего конфликт был? Ну, из-за того, что ты сидел с Ладом Савельевым на стриме, я зашел туда и начал говорить, что это, кто это за человек такой. Начал на него гнать. Вот, сейчас я извиняюсь и могу сказать, что... Все, да, конфликт, все урегулирован. Да, блядь, как с Мэдисоном. В этом передаче мы поговорим об одном дебиле, все поклонники, пидорасы, это его поклонники, это Мэдисон. А потом просто руку сам, клаун, на плечу левый. Это так, блядь. В таком жанре у нас рабочих, ей уже можно простить и так далее. Ну, сколько ты, не знаю. Мэдисон, мэдисон, мэдисон. Успокойся, не надо. Тут, да, главный вопрос не задевает, а ты терпишь? Озон терпит. А то вдруг кашляет за чувак. А просто левый, кто-то дурак. Друг, да, чей-то там, вроде, по Нине или хер знает. Это настолько Озон имеет низкую иерархическую ступеньку в их обществе, что даже левый хер его обзает. Вот в любой другой ситуации, когда такое происходит, я сочувствую чуваку, ну потому что бабе ты не можешь ебать. Если бы Озон не обсирал бы виджелинка, всех людей подряд, не за спинами, а на стриме, что вообще им движет? Он думает, что это никто не увидит. Да? Пиздят, блядь, стенку, напиваются, показывают импровизацию с кем-то, а потом извиняются в жизни. Каждый раз. И вот если бы не было этого, мне было, я бы сочувствовал Озону, но пошел он нахуй, блядь. Спросил Озону при всех, зачем он пиздит на родителей Линка? Да, хуел. А нет, еду, блядь, еду. Я не удивлюсь, если он придет еще раз на топ-хату, и он будет пиво из дырявых стаканов. Просто с дыркой. Просто так будут прикалываться, пацаны, на небо. Извиняюсь перед пирюхой, все нормально, блядь, вы заебали, реально, блядь. Озон, терпи. Если бы Озон, вот после вот этого, даже вот этого, первого, что было нахоть, и вот этого, он просто сказал, я больше туда ходить не буду. И не ходил бы, не было бы вот этого мемаса «Газон терпила». Ну зачем он это делает? Вот я тоже не понимаю. Сейчас вышла восьмая часть терпила. И там уже у него унижают, блядь, Семен, друг Виджи Линк. Все абсолютно. Как вы знаете, Виджи Линк очень любит водить на хаты шаболт. И это, просто чувак, я не знаю. Вот многие восхваляются тарантиновскими диалогами. Но то, как Виджи Линк ведет общение. Ну мы спросили. Ну и твой паспорт вот. Не, реально, вас следовали. А ты мне дала? Две? Да. Ну не может быть так. Не, Озон, да. Не может быть такого, потому что ты орк. Орк терпилыч. Я видел это видео, и ты видел это видео. И вот это его поведение. Эээ, типа, ну ты мне так нервяешься. Вот знаете, если у вас есть кореш, у которого есть девушка, вот вы с ним общаетесь, у него один тон голоса, и потом он берет трубку, когда ему звонят девушку, он такой, да, кисли? И голос совершенно другой. Я замечал это, за тобой, за другими людьми, это нормально. И вот это происходит в этом видео с Озоном. Только это шаболт, его девушка. Который потом будет ебать Важелин. Ну он это прекрасно понимает, ну ничего с ним. А там еще, блин, она ему хуй сосала, а потом Озон ее поцеловал. Класс, 28-го дала, 100%. Ну я говорю, потому что здесь, блин, лицо такое вот. Ну здоровое, да. Он вымаливает из нее комплименты. Ну 28 бы мне дала, 100%. Ну у тебя лицо такое. Такие добрые, да? Вы добрые сестра. Добрые, да. Она его искала совершенно нечаянно. Ой, ну что ж ты творишь? Ну зачем? Ну зачем? Мы не говорим, что женщина плохая. Ее работу пусть делает. Да, это работа. Ну Озон, ты не будешь с ней встречаться. Как бы ты мило себя с ней не вел на этих посиделках. Она пришла ебаться с Виджи Линком, который сейчас будет выносить бутылки с экскрементами. Есть такой чувак мазоха. И он настолько окабанел, что он нам Озона буянит, берет его за волосы дергаем. Ну так, вот и так. Да он и с идеальными там может зачечку на Озон может рыпнуться, но Озон терпела. Виджи Линк не пытается подобирать слова. А он все правильно делает. Виджи Линк на самом деле альф-пак. Он делает что хочет. Он снимает шорты, орет, показывает банки с говном. Ему вообще похуй. Это сверхчеловек. Это сверхчеловек. Это Убермен. Дело в том, что не ковыряйся в носу. Не ковыряйся. Чувак, вот, знаешь, она на работу такая, типа, Ох, ну что же меня сегодня ожидает. Наверное, хуже, чем было вчера. Не надо приводить к Виджи. Ему пол. Он это съел. Ой, бля. Не ковыряйся в носу, Кирилл. Не надо. У меня есть бутылочка специальная. Не смотри на него, не смотри. Бля. Бутылка для козявок и для сленей. А, кстати, сейчас, подождите. Сейчас будет. Фу, Кать. Сейчас, сейчас. Бля, что в бутылках я... Ой, фу, бля, они все блеванят. Я ну-то открывать еще будешь. Топ-выставка. Топ-выставка. У меня еще и ведру есть. Фу, бля, это там. Погоди. Да что ты горло подступил. Вот у меня был вот тоже такой момент. У меня прям запах передает сочетаться. Да, я боюсь, смотри. Я боюсь блюнуть. Я видел почему-то, но сейчас у меня что-то прям горло подступило. Это что за бутылки? За ты, хаткаешься? Не. Каждая бутылка по-своему, она их уникальна. Сука. Парфюмери смотрел? Юль. Он родился в кучме рыбы. А тут у меня кучма моя. Чувак, вот помнишь, видос где? Ну, чувак такой, типа, продает ведро с говном. И типа говорит, вот это удобрение специально. А-а-а. Ты втираешь мне какую-то в дичь. Да, да, да. При этом это был, ну, фейк. То есть это спланированная штука, постановка. А вот то, что сейчас делает Вежелинка, он реально принес проститутке ведро с экскременция. Нет, непонятно, потом он все равно получил то, что хочет. Я не знаю, Андрюха, вот это я не знаю, куда досу. Это куда-то убери, а это убери тоже. Ой, могут даже убрать. Не надо, не трогайся. Энергетика сейчас будет. Ооо. Оно же с газком. Фу, бля. Не будет так. Зачем ты это делаешь? Вот это вот очень странное поведение. Он смотрит и зачем ты... Я вот тоже не понимаю. А, наверное, потому что он говорит специально громко, чтобы Шаболда там слышала. И типа он подмигивает в чате, типа, смотри, видите, типа это. Я подъебываю ее, что она ебаться с ним сейчас будет. А вода очень, это, как раз, она имеет свойство принимать запахи все. Да, вот это вызов она запомнит надолго, наверное. Не знаю, вот меня вроде как нечем удивить, но Виджелин каждый год ему удается сделать что-то, что я такой думаю. Думаю, да, Кириллыч, это, конечно, гений непризнанный. Я, 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 я. альфа просто нажать боже дай виджелинку долгих это просто быстрого скоростного интернета да просто и я не знаю кирилл очень благословите я даже не так туда или туда чьи создать я хочу не один стендап не один ситком не такой смешной как вот беседа биджелинка с этой шапотой это конечно круто но мы немножко сместились от озона к боже ну надо ну да я понимаю это просто так сказать небольшое ответвление настойчивые искатели могут найти и без цензуры видео трансляцию на ютубе забанили сразу же просто мгновенно садится ему на грудь стухает ходим по лицу азон хочет быть таким как мазуха вот это ему просто все возвращается за то что он челочниками людей называл за то что он блять обсирался тот мазух это наказание куда пошел ну ты стрим стрим а застыди блять серьезно попал озон хочу знать какая попробую чтобы не говорю озон в поддержку мазухи против хейтеров мазухи до его просто это охуел дура были скажи ему что тебя зовут озона не газон на газон а нет газон терпила 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 а мне газон зон озон газон газон зон зон газон 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 зон 20 полагодов мы заправляем Но он почему-то хейтит не человека, который орёт на него, называет его дурой и говорит, что он охуел, а на людей, которые пишут что-то в чат. Выскажи. Выскажи. Давай, я тебе разрешаю. Они всё слышат. Это ему на полу постелена и на кофе, на полу миски стоят. С грубой хуя, как ведь жиленом передходить. Чуть ли была уткой. Мазох, ну хорошо. Ну ёпка, ну пиздец, мазох, блядь. Ну всё, вот свой прав не уважаешь. Ну ты как же? Ну чё ты орёшь, дура, блядь. Ёпка, пиздец, ну чё ты прыгнул эту урань? Чё ты крылья? Ну мазох, ну где-нибудь. Чё ты мазох? Ха-ха-ха-ха. А так и будет, если вдруг мазоха захочет... Быть озоном, он его выявит, блядь. Ёпка, ты дура, блядь. Бля, обожаю. Я тоже, блядь. Ёпка, ты дура. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Чё ты отдал вну? Хехехехехе. 11 лет. XIX, шcoat, блядь. Ты же с ним... Мы с ним нормально общаемся? О, прям охуенны мы общаемся. Мы тоже, вот, мы друзья, и мы тоже постоянно друг друга хуйнё и обзываем дурами. Юлик, ну всё серьёзно,owners. а за попал в микро а вот типу он сам виноват он самого создал обиделся мазуха прям ваще себя не сдерживает никак я золот встретился с человеком который вот все что пиздила зон вот все против конечно возок вот все прекрасно понимает газон терпи газон терпи газон терпи газон терпи газон терпи Озон терпи, газон терпи, да, но это же можно отключить, да, вот, когда они, можно уже выключить, вот, газон терпила, пятнадцать. Они просто не перестают, это не нарезка-резка, они без конца идут и идут, о, господи, бля, газон, азон, азон, я чуть газоном не назвал. Ты видишь, что он просто, ну, издевается на то, конкретно, зачем ты с ним тусишь-то, блядь? Озон терпи, газон терпи, газон терпи, газон терпи, газон терпи, газон терпи, газон терпи. Ну, нахуй, все, блядь. Сейчас ебать-то буду, блядь. Наоборот! Так мы были правы! Хочешь побороться, что ли? Серьезно? Ты хочешь побороться? Мне побороться! Вон, вон, не капли угрозы в нём! Это прямо, знаешь, вот это мемас такой, типа, Ты хочешь побороться? Ты хочешь побороться? К слову, чтобы вы понимали, как остальные участники Топхаты относятся к наездам мазохи. Бл**ть! нахуй еще раз меня тросите я но собственно чтобы вы понимали как озон общается с людьми у себя на стримах и потом как общается с ними в жизни если ты думаешь что это какой-то могу блять сразу к тебе приехать как к мэдису ты ошибаешься это речь про хованского если не ошибаюсь заметь это вроде как пустого как вышла либо 1 наверное первая часть обрати внимание как много появилось на столе вещей у озона и вот он встретился с нами андрей не федор квадратной головы у него вообще как вы знаете и баба твою рожь блять недоделанную суток кривить ты ее так будешь улыбаться знаешь в каком месте дурак и он прям в стену говорит да вот знаешь что самое обидно во всем этом мужик то что вот это случилось после первой части по сути риби реабилитации карьера озона и вот он просто нахуй напивался и вот такая неблагодарная я были я кидали на донатах ему до хуищи кидали на донатах чувак он за один стрим мог двадцатку блять срубить а что самое смешное фейковые сборы озона на стримах озон говорит я собираю 15000 на микрофон а кг только доходит сбор до конца там 13000 озон обнуляет сбор и не покупает микрофон и вот сейчас он снова собирает на этот микрофон собираем поездку в питер на сходку фанатов плюс на расходы никуда он не поехал блять все деньги он собрал все блять пропевает он все блять нахуй в хуйню какую-то вкладывает вот блять кто такой нахуй озон образ озона в кино и образ озона настоящего просто резонирует друг с другом машине есть кинг-дауном блять общается ход хуй него ёпты качество контента качество я я ничего не говорю но просто мне обидно что я там остался он мог бы позвонить написать сказать счету полку значит человеку интересен но значит ему про тебя два фильма сняли просто ты блять да вот ты с озоном там пиво пью шурму какую-то там это там обзор какой-то зачем тебе это надо фильм не надо да фильм ты снимаешь вот я вот этого не понимаю вот это прямо вот сказка золотой рыбки блять вот там бабка точно так иди еще иди и в итоге бабка нахуй осталась у разбитого корыта позитивными наторами алекс ворту алекс ворлд можно алекс как угодно лучше алекс конечно алекс вот если ты меня сможешь давай смотри и слушай блять спасибо скажи что я день не проломал мужчина на всех блять он и про тебя что-то говорил чувак он про всех на стриме говорю вплоть там просто до людей которые там камеру свет держит то есть вот про всех блять ему все не нравится он всех ненавидят обращение к родителям джилинка вы вообще сыном занимаетесь не работает он бомж ебаный кто там лицезреет озона любит попку и вот многие сравнивают озона с савельевым потому что савельевым тоже они все издевались мужчина савельев а зачем еще савельев хотя бы отвечал гранишь он не не было такого что савельев смеялся савельев савельев савельевич прости что мы говорили озон вообще ни в какое сравнение с тобой не ладос я могу сказать что озона придется куся с эти таксисты как у вас я наполнял Они еще помогают мазухи. Слышь, ты, газонные банки. Блядь, так противно, так противно. Он орет ему в ебало, а тот улыбается. Это прям. Ходили, блядь, вот так. Ты это че? Нагнула, блядь, сука, блядь. Ублашу, блядь. Это старый стрим, и он тоже смешно. Озон нагнул на Тесака. И Тесаку сразу же скинули эти видео. И Тесак сказал, ну, блядь, мы с этим Андреем поговорим. В жизни, в принципе, не проблем будет он найти. И на следующий день Озон выпустил видео, где он говорит, что он был пьяный и очень извиняется перед Максимом. Я записал видео про Тесака, пообещал там, что же непонятно, что сделать. Да, это понятно все. В этом видео я хочу просто попросить прощения у Максима. Ребята решили заказать суши. И сказали, Озон, давай ты кинешься в суши. Мы хотим набор заказать. Озон сказал, я вкидываться не буду. И что было дальше, смотрите сами. Ну это бизет, такие цены, откуда такие цены нахуй. Сам дорогой, слушай, сайт что-то затошли, я не понимаю. Бизет, для мажоров, полторы тысячи. Ребят, ну о чем говорить? Это бизет. Озон же не пробегается все время, блядь, заебало. Озон получает на стримах нормально, так ему могут накидать десятку, пятнажа стрим. Да, спокойно. И Озон, блядь, жмотится 300 рублей на суши вкинуть с пацанами. Которые, блядь, его, блядь, постоянно типа угощают пием, оплачивают такси. Суши приехали. Постановку какую-нибудь, импровизацию, че. Не знаю, они там, блядь. Импровизацию, любят. Не, надо просто сидеть с умными ебалами, что-то. Не, ну вчера я, кстати, нормально пытался. Ну как обычно. Ты, блядь, представляешь? Вот. Ну это просто низкий человек. Это пиздец. Я не буду есть суши. Заказывать я не буду есть, я не буду вкидывать. Виджилинг отошел в туалет и Озон сразу же берет и просматривает так, блядь. Спать пошел. Слышишь, да? Как можно? Ну да. Просто пиздец. Вот после этого видео, даже вот до собаки, я уже такой, блядь, Озон, ну ты же, блядь, ну какого хуя? Ты же сказал, я не хочу суши. Я думаю, что нужно перейти к самому главному, что произошло на Топ-Хате. Дмитрий Дрожин. Начинающий? Да, не очень известный видеоблогер обозрел всю ситуацию, которая происходила на Топ-Хате. Должен заметить, хорошо. Да, мы прям посмотрели такие типы. Каждый будет смотреть, а насколько далеко ему можно зайти. Каждый будет пытаться уколоть как можно сильнее. Эта агрессивная среда разложит личность человека настолько сильно. Ну а по итогу Дрожин разложил всю ситуацию и Озона до ниточки. Да, и Озон на очередном стриме смотрел это видео. Обзывал его Челкарева, он говорил, что вызовет его на Бош... Дрожин там, да, давай с тобой встретимся в любом месте. По слову Дрожателю, что я не делал? Ну, чтобы там не было подставы, я тебе лично поясню. Давай? И ты знаешь, что скажешь? Ты скажешь, ну, ты понял там, блядь... Ну, чтобы заебить, я помню. Знаешь, что прикол? Он скажет, что это, блядь, ну, я сделал там... Ну, и так и говори. Блядь, насколько это унизительно, то, что вы увидите дальше. Давай! Блядь! И ножкой, да, хопа, блядь! В общем, вы поняли, вы поняли. Вы поняли. И сразу подходим к кульминации. Я его уронил. Ген, ты сам понимаешь, что ты занимаешься боксом. Я он не занимался. Если он мне хоть скажет что-то, я его уронил. Ты меня, нахуй, убьешь, нахуй, потому что ты занимался. Я видел, как я удар поставлю, уже многие сказали. Ну, ты челкарь, реально. Я сам тебе сказал, да, на стриме я выпущу был. Я его уронил. Сам понимаешь, если ты меня покалечишь, это будет... Ну, жесткая тема, это даже до уголовки может дойти. Ты ведь сам понимаешь, что это система. Выйду я, а ты меня шибанешь хорошенько, нахуй. Ну, потому что я не занимаюсь, извини. А звон слился. А знаешь, что самое смешное во всей этой ситуации? Такое уже было. Да? Да. С кем? Сейчас я тебе покажу. Один из подписчиков тоже хотел со Зону встретиться и поговорить. Так все и случилось. Это уничтожение образа того человека, который был. Это не только уничтожение образа, это полностью уничтожение какого-то веса. Знаешь, вот с Савельевым все-таки ему сочувствуешь, Владу сочувствуешь. Конечно, во многом Влад сам виноват, что с ним произошло. Но Озону вообще сочувствовать не хочется. Озон вот заслужил все, что с ним происходит. Это просто сказка о рыбаке и рыбке. Это вот наглядный... Боже, чувак, это... Если как-то подытоживать, Озон в итоге сказал, что, типа, Дрозен его неправильно понял. Он слил это в видос и что бой вроде как все-таки будет. Ну я что-то, блядь, чувствую, что он сольется. Бой не будет, скорее всего. В общем, дорогие друзья, мы вам осветили самую интересную сюжетную арку за последнее время в интернете. Там на самом деле еще очень много. Огромное количество контента, но все не уместить в одно видео, потому что, я уверен, видео и так получится долгим. Я надеюсь, вам оно понравилось. На этом все, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал Юлия Онежко. Спасибо, что ты мне помогал сегодня. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки под этим видосом. Ну и пишите комментарии. Терпила Азон. Ну, после этого видео понятно, что... До свидания. Терпи Азон, держись, братан. Масок не стоит твоих слез. Запивай во мне, беднись, еблан. Все отношение не всерьез. Кто взрутился, не жалел себя, стирал масохины носки. А эта жирная свинья не ценит все, ебет мозги. Великолепно.